МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лондон много веков был опасным городом. Сюда будто магнитом притягивало убийц. О Джеке-потрошителе писали во всех газетах. Но он был далеко не единственным. Убийство повсюду. Страх смерти обуял весь город. Полиции нужно было во что бы то ни стало задержать преступников. В этой программе мы расскажем о самых известных и самых загадочных лондонских убийствах. Обвиняемая. Интриги и страсть. Коварные убийства. И новейшие достижения технологии. Рассказы о темной стороне Лондона подпитывали неуемные любопытства его обитателей. Карты убийств. Ведущий – Николас Дэй. ЛАЙТ ЧЕПЛ ЛАЙТ ЧЕПЛ В позднюю викторианскую эпоху во всех газетах писали о Джеке-потрошителе. Загадочный убийца наводил страх на весь район Уайт Чепл в восточной части Лондона. Условия для жизни Уайт Чепл были довольно тяжелыми, особенно в районе, где сейчас находится Спиттелфилдс. Плотность населения была немыслимой. Люди в те времена жили скучно. На узких улочках постоянно толпился народ. В этих районах было очень темно. Люди жили в нищете. Плотность населения за пределами Лондона составляла 25 человек на 4000 квадратных метров. В Лондоне за пределами Ист-Энда на ту же территорию приходилось 50 человек, а в самом Ист-Энде – более 800. Многим жителям этого района не хватало денег даже на хлеб. К тому же в районе строилось все больше фабрик и мастерских, жилых помещений становилось все меньше. Иногда в одной комнате ютилось 7, а то и 9 человек. Это плохие условия. Район Уайтчепелл обоснованно считался самой нищей трущобой Лондона. Писатель Джек Лондон побывал в беднейшем районе столицы и рассказал о нем в своем эссе «Люди бездны». Он пишет. «Куда бы вы ни пошли в Лондоне, вам не скрыться от ужасающей нищеты. Куда бы вы ни направились, через пять минут вы окажетесь в трущобах. Но трущобный район, по которому ехал мой экипаж, казался просто бесконечным». В этой поистине жуткой обстановке были совершены знаменитые Уайтчепеллские убийства 1888 года. Преступления Джека Потрошителя всколыхнули весь Лондон и, более того, привели в ужас весь мир. Но он был не единственным лондонским убийцей. Здесь, в поздневикторианскую эпоху, проживали одни из самых омерзительных личностей в истории британской столицы. Возможно, кто-то из них был также Джеком Потрошителем. Среди них были Амелия Дайер, людоедка из Рейдинга, доктор Крим, отравитель из Ламбета, а также загадочный Джордж Чепмен, совершивший жуткие злодеяния на Бороу-Хай-Стрит. Бороу-Хай-Стрит В 19 веке за окрестностями улицы Бороу-Хай-Стрит водилась дурная слава. Это была единственная улица, по которой можно было въехать в столицу с юга. Она шла прямиком к Лондонскому мосту. В 1854 году полицейский констебль стал свидетелем жуткого зрелища у дома по адресу Бороу-Хай-Стрит, 54. Он на месте задержал Генри Уэйнрайта, который вынес на улицу расчлененное тело своей любовницы Гарриет Лейн, предварительно завернув его в тряпицу. С тех пор моряки стали называть мясные консервы не иначе, как Гарриет Лейн. Вдоль улицы находилось немало пятийных заведений и постоялых домов. Самая известная пивная называлась «Краун» или «Корона». В 1901 году она принадлежала мистеру Джорджу Чепмену, которого на самом деле звали Саверин Антонович Классовский. Он родился в 1865 году в Польше. У себя на родине в Польше мистер Чепмен выучился на фельдшера. Во многих источниках о нем ошибочно пишут, как о хирурге, хотя на самом деле фельдшер – это совсем другая профессия. Это полевой или военный медик, по сути, помощник врача. В польских военных кругах эта работа не считалась почетной и плохо оплачивалась. Возможно, поэтому, закончив учебу, Чепмен решил переехать в Лондон. Вряд ли вас можно будет упрекнуть в излишней подозрительности, если вы сочтете несколько странным то, что господин Классовский он же Чепмен подал заявление на получение приличной страховой выплаты после того, как сгорел его первый паб – Monument Tavern. В выплате Чепмену отказали, что не помешало ему открыть новое заведение и найти новую жену – Мот Марш. Бору Хай Стрит. Пап Краун. Что, здесь? Да. Мы продаем места наверху. Вы сможете даже помахать королю. Может, он помашет вам в ответ? Тебе он точно помашет. Я это знаю. Я этим слухам не верю. Луиза, займешься ужином, когда приберешься? Да, миссис Чепмен. Классовский принимал на работу молодых женщин. В августе 1901 года в ПАП решила устроиться некая Мот Марш. Девушка разговаривала с хозяином в присутствии своей матери. Чепмен сразу же принял ее на работу. Все-таки странно. Король. Точно. Я вот считаю, что страной всегда должна править женщина. Я рассказывала этому джентльмену о параде. Проверь бочки. Сейчас. Пошел вон. В то лето моя дочь поступила к нему на работу. Это было в конце августа. Сперва он был слишком напорист. Я так подумала. И поженились они слишком быстро. Но она была счастлива. Ну-ка. Судит вся округа. Кого ты повстречал, Билл? Как твои дела, Билл? Все ли ты купил, Билл? Джордж? Джордж? Луиза? Луиза? Однако, вскоре после свадьбы, Мот Марш внезапно слегла с тяжелой болезнью. Мот страдала от сильнейших приступов рвоты, из-за чего 12 дней провела в госпитале Гая и Томаса. В конце концов, молодая женщина выздоровела. Но когда она вернулась домой, ее здоровье вновь начало ухудшаться. И так Мот Марш страдала от загадочного недуга. Ни ее мать, ни врач не могли определить причину заболевания. Эта причина была известна лишь одному человеку, Джорджу Чепману. Дальнейшие события в пабе Краун разворачивались по его собственному жуткому сценарию. Но как долго его преступление могло оставаться нераскрытым? Карты убийств Карты убийств 19-летняя Мот Марш недавно поступила на работу в паб Краун, что находился на Борроу Хау-стрит и принадлежал некоему Джорджу Чепману. Вскоре эти двое поженились. А еще через некоторое время Мот заболела. И только Чепману была известна истинная причина ее недуга. В те времена поймать такого убийцу, как Джордж Чепман, было трудно, поскольку обнаружить следы яда было невозможно. Отравления мышьяком были столь привычным явлением, что это вещество даже называли порошком наследников. Но Джордж Чепман использовал совсем другой яд, антимонил тартрат калия, который содержал в себе смертельно опасное вещество — сурьму. За четыре года до того, как Мот заболела, Чепман приобрел унцию антимонил тартрата калия, или рвотного камня, в аптеке в Гастингсе. На основе антимонил тартрата калия готовили микстуры для откашливания. Он раздражал горло и вызывал рвоту. В его состав входила сурьма — опасный металл, которым можно было отравиться. В одной аптекарской унции около 450 гранов. 12 гранов рвотного камня — это смертельная доза. Купить яд было легко. Достаточно было прийти в аптеку и сказать, что вы хотите потравить крыс. Обоиные клеи, пропитка для мухоловной бумаги — всё содержало яд. Так что отравить человека было несложно. Одной аптекарской унции хватило бы более чем на 40 человек. И этого точно было достаточно для того, чтобы извести Мэри Спинг и Бесси Тейлор. Так звали двух предыдущих Жон Чепмана. Обе скончались от неизвестной болезни через пару лет после знакомства с ним. Когда заболела Бесси, её муж даже привёл врача, но доктору даже не пришло в голову, что главной причиной заболевания молодой женщины был никто иной, как сам Чепман. Более того, врач был убеждён в том, что Джордж искренне переживает за больную супругу. Когда заболела Мот, к ней вызвали того же врача, доктора Стокера. Летом у неё было то же самое. Её положили в больницу, но врачи ничего не знали. Называли то одну причину, то другую. Но ей стало лучше? Да. Что ж, я дал рекомендации. Вы придёте завтра? Да, конечно. Только не нужно так убиваться, мистер Чеппен. Она молодая и крепкая, и вы так ухаживаете за ней. Я не беспокоюсь. Я так и вижу его, подавлен горем. Он просит меня не беспокоиться, не тратиться. Я приходил почти каждый день, но так и не догадался, что у него на уме. Что? Ты не допила воду. Вот умница. Ей уже намного лучше. Это шампанское? Или желудка? Что ты, Джордж? Не переводи напиток зря. Это посетители его тратят попусту. А тебе плохо? Нет, нет. Тебе нужна вода. Я принесу. Пей. Я же говорила. Ты поправишься. Я знаю. Преступный замысел Джорджа Чепмана был ясен. То, что он задумал, было гнусно и омерзительно. Очевидно, ему нравилось наблюдать за мучениями жертвы, которую он убивал постепенно. Как раз в Пап Краун зашел мальчик-подросток и попросил воды. Хозяин поднес ему стакан. То был никто иной, как будущий знаменитый комик Чарли Чаплин. Он писал об этом случае в своей автобиографии, которая вышла в 1964 году. Как-то раз я зашел в один из пабов на Лондон-Бридж-Роуд и попросил воды. Меня обслуживал грубоватый, но приятный джентльмен с темными усами. Почему-то я не смог пить эту воду. Я сделал вид, что пью. Но как только джентльмен отвернулся к другому покупателю, я поставил стакан и ушел. Спустя две недели Джорджа Чаплина, владельца паба Краун на Лондон-Бридж-Роуд, обвинили в том, что он убил пятерых своих жен, отравив их стряхнином, одну за другой. Его последняя жертва умирала в спальне прямо над залом в тот день, когда владелец подал мне стакан воды. В своей биографии Чарли Чаплин допустил несколько неточностей, но он был прав, предположив, что когда он зашел в паб, Мот Марш умирала в спальне прямо у него над головой. Ее рвало постоянно. Я готовила ее любимое блюдо – свинину с картошкой. Когда ребенку плохо, нужно его спасать. Субтитры создавал DimaTorzok Джорджу Чепману много лет удавалось выходить сухим из воды. Никто даже не подозревал его в преступных действиях. Теперь его очередная жертва Мот Марш не могла встать с постели и находилась при смерти. Сколько еще злодеяний мог совершить Чепман, прежде чем предстать перед лицом правосудия? КАРТЫ УБИЙСТВ КАРТЫ УБИЙСТВ В то время, когда Джек-потрошитель орудовал на улицах Лондона, другой хладнокровный убийца травил своих жертв на Бороу-Хай-стрит. Джордж Чепман уже отправил двух жен на тот свет и постепенно убивал третью, Мот Марш. К счастью, не за горами был тот час, когда окружающие наконец начали подозревать неладное. Миссис Марш, ты это сделал? Вот что. Мот сказала, ты фотографируешь. Да, я проявляю здесь фотографии. Смешиваю химикаты. Дайте. Мы даже не знаем, в чем дело, Джордж. Может, нужен второй врач? Доктор Стокер. Хороший человек. Да. Мне кажется, где не может помочь один врач, и пятьдесят бессильны. Джордж, нужно постараться. Чепман больше не мог скрыться от подозрений. Хотя теща пока не догадывалась о его замысле, ее беспокойство возрастало с каждым днем. Однако увлечение фотографией позволяло убийце сбить ее с толку. Тем временем, лондонская полиция также осваивала эту новую технологию. Чепман увлекался фотографией. По тем временам, это было довольно необычное хобби. Полицейские только начали применять фотографию в работе. Например, к услугам профессиональных фотографов прибегали, когда нужно было запечатлеть убитого для последующего опознания. Постепенно полицейские все чаще задействовали фотографию, делали снимки на месте преступления, фотографировали подозреваемых для опознания. Некоторые из жертв Джека-потрошителя также были сфотографированы. Это происходило в 1889 году. Работа проститутки в Лондоне 19 века была особенно опасной. По мнению большинства экспертов, знаменитый маньяк Джек-потрошитель зарезал пять женщин. Но он был не единственным. Одним из самых страшных убийц был доктор Томас Нил Крим. Этот отравитель из ламбета носил шелковый цилиндр и страдал косоглазием. Он убивал уличных проституток, давая им таблетки со стряхнином. Скорее всего, он выдавал эти пилюли за средства, предотвращающие беременность или вызывающие выкидыш. Но на самом деле в пилюлях был смертельный яд. Многие жертвы умирали прямо на улице. В основном совсем молодые женщины, не старше 19 или 20 лет. Этот человек не мог держать язык за зубами, слишком много болтал. Когда полиция начала разыскивать отравителя из ламбета, он сам назвал имя жертвы, о которой полиция даже не подозревала. Когда его арестовали, в квартире нашли множество склянок со стряхнином. Позже палач, которому было поручено повесить отравителя, рассказывал, что буквально за секунду до того, как открылся люк, приговоренный успел произнести одну фразу «Я Джек По...» зубыли его последние слова. Одновременно с Джеком Потрошителем совершала свои жуткие преступления Амелия Дайер, прозванная людоедкой из Ридинга. Она принадлежала к так называемым детским фермерам. Детские фермы появились в 18 веке. В Лондоне тогда нередки были случаи, когда младенцев просто оставляли на улице или относили на помойку. Если женщина не могла сидеть с ребенком, она могла принести малыша няне, чтобы та присматривала за ним. Но некоторые из этих нянек были недобросовестными. Известны два или три вопиющих случая. Один из этих случаев – Амелия Дайер. Амелия Дайер публиковала в газетах рекламу своих яслей. Она одушила младенцев, заматывала их в тряпки и выбрасывала в реку. В конце концов, ее поймали. Ее ясли просуществовали 15 лет. Говорят, за эти годы Амелия Дайер успела убить около 400 младенцев. Подобная жестокость по отношению к детям просто не поддается осмыслению. Особенно с точки зрения современного человека. Мы просто не можем такого представить. Про людоедку из Рейдинга, как окрестили Амелию в прессе, даже написали песенку. «Нянька Мисс Дайер ищадие ада. Жестокий был ей приговор подписан судом. Костер разожгли мы на славу, так ей и надо, чтобы старая ведьма сгорела живьем». В то время, как Амелия Дайер и доктор Крим были пойманы и казнены, преступления Джорджа Чепмана оставались нераскрытыми, а его супруге Мот Марш становилось все хуже. Обеспокоенная состоянием дочери, миссис Марш обратилась за советом к собственному врачу, доктору Греппелу. Мистер Чепман? Доктор Фрэнсис Греппел. Да. Меня вызвали. Это пап Краун? Доктор. Большое спасибо, что пришли. Моя дочь наверху. С ее врачом. Хоть пятьдесят вызовите. Мисс Марш была близка к коматозному состоянию. Ее кожа пожелтела, каждое прикосновение причиняло ей боль. Ей было очень плохо. Я стоял рядом с Греппелом, когда он осматривал больную. Он всецело одобрил мой метод. Можно было не привлекать второго врача. Мот Марш испытывала невыносимые муки. Доктор Стокер и доктор Греппел делали все возможное, чтобы спасти ее. В какой-то момент врачи заподозрили, что болезнь этой женщины не была случайной. Ведь все, кто знал Мот до болезни, говорили, что она всегда была такой жизнерадостной и полной сил. Чужеродное вещество? Возможно, что она съела что-то и отравилась. Можете что-то вспомнить? Она ела кролика. Наша служанка принесла его с рынка. И я... Думаете, дело в этом? Я бы ее задушила. Может быть. Но кролик с мышьяком внутри это вряд ли. Мне пришла в голову мысль о преднамеренном отравлении. Но все же я склонялся к несчастному случаю. Иными словами, я не хотел никого обвинять в убийстве. Оба врача были прекрасными специалистами. Узнав, что девушка ела кролика, Грэппл подумал о трупном яде, но потом понял, что симптомы не совпадают, и вернулся. Врачи обсудили симптомы и пришли к выводу, что женщина съела какой-то яд, раздражающий желудок. Замечательный доктор. Я вижу, что ей уже лучше. Она очень молода. Я отнесу. У тебя и так полно дел. Не нужно. Сидите. Я хочу приносить пользу, Джордж. Она поправится, я уверена. Доктор Грэппл ей поможет. Доктор Грэппл здесь. Доктор Грэппл здесь. Джордж. Доктор Грэппл Доктор Грэппл Вот, пей. Пей, пей, моя девочка. Пей, пей. Мот. 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 Она умерла, в полдень. Мне сообщил мистер Марш. Я не мог поверить. Я думал, он скажет, что больной лучше. Джордж Чепман нанес очередной удар. Но то было его последнее преступление. Как бы он не изображал убитого горем вдовца, это убийство не могло сойти ему с рук. Удача отвернулась от одного из самых жестоких злодеев Лондона. Вскоре Чепмана начала допрашивать полицию. Следователи постепенно начали составлять верную картину его прошлого. История всей его жизни была рассказана во всеуслышании в суде Олдбейли. Карты убийств Карты убийств Мод Марш была мертва. Джордж Чепман разыграл свою привычную роль скорбящего вдовца. Он весьма убедительно изображал безутешные рыдания на смертном адре своей жены. Как позже рассказывала мать Мод, он будто был совершенно убит горем. Постепенно подозрения нарастали. Врачи медлили с выдачей свидетельства о смерти. Ранее Чепману удавалось обвести доктора Стокера вокруг пальца, но в этот раз усилия были напрасны. Вы придете на похороны? Она бы этого хотела. Вы принесли свидетельство? На этот раз понадобится вскрытие. Я понимаю, никто этого не хочет, но мне сперва нужно выяснить причину смерти. Слабость. Она болела. Да, но из-за чего? Это лучше знать. Я не вижу в этом пользы. Из-за симптомов болезни Мод врачи отказывались подписывать свидетельство о смерти и давать разрешение на похороны. Врач отказался выдавать свидетельство о смерти. Требовалось вскрытие. Само вскрытие не показало ничего из ряда вон выходящего, но во время процедуры произошло нечто странное. Тут важно упомянуть, что Морк находился неподалеку от паба Краун. Доктор Стокер с коллегами проводил вскрытие покойной. Но их работу нарушило явление нежданного гостя. Мы обсуждали результаты вскрытия, и тут сторожу показалось, что он услышал какие-то звуки. Я ничего не слышал. Сторож сказал, что кто-то ходил в саду. Покупатели в это время не пускают, и сторож вышел посмотреть. Он открыл дверь и увидел в саду человека. Тот убегал. Морк находился совсем неподалеку от паба Краун. Это был Чепмен. Он подслушивал наш разговор. Этот неожиданный визит только подтвердил подозрения доктора Стокера. На следующее утро он отнес два сосуда с содержимым желудком от Марш и образцами ее внутренних тканей в ассоциацию клинических исследований. Специалисты нашли в тканях немалое количество сурьмы и вынесли диагноз. Смерть наступила в результате отравления. Стокер обратился в полицию. Она так гордилась этим пабом. Тот надо вытереть. Приближался день коронации нового монарха, Эдуарда VII. Церемония была назначена на 25 октября 1902 года. Жителям окрестностей Бороу-Хай-Стрит не терпелось увидеть торжественную процессию. Когда в паб прибыл инспектор Годли, торговля в заведении шла бойко, как никогда. Яд. Но она лечилась в госпитале. Мы бы хотели, чтобы вы зашли к нам в участок. Сегодня? Да. Но я ничего не знаю. Я пойду. Без наручников. А то начнут судачить. Что ж, пойдем, как добрые друзья. Наконец, Чепман был помещен под арест. Хотя ему не позволили присутствовать на похоронах Мод Марш, он покрыл все расходы на церемонию. Похороны были пышными. Прощение с Мод состоялось 5 ноября 1902 года. Чепман прислал великолепный венок со множеством цветов и весьма странный для тех обстоятельств подписью «От верного друга». О церемонии он прочел в газетах. При этом Джордж не оказывал полиции практически никакого содействия. Следователи ничего не знали о его жизни. В прессе печатали ложные статьи, но Джордж ничего не оспаривал, лишь постоянно настаивал на собственной невиновности. Пока в суде шли слушания по делу задержанного, инспекторы продолжали свое расследование. Он много не говорил, но оставил для нас в пабе множество улик. У него было полно книг о медицине. В его бухгалтерских книгах мы нашли запись о покупке антимонил тартрата калия, датированную апрелем 1897 года. Мы нашли два памятных снимка, он хранил их как трофей. На одном была миссис Мэри Чепман, на другом – миссис Бесси Чепман. Полиция расследовала причины труднообъяснимой болезни и смерти МОД. Сперва было проведено вскрытие, во время которого врачи обнаружили в желудке покойной остатки яда. Было известно, что до МОД у Чепмана было еще две жены. Следователи пришли к выводу, что необходимо эксгумировать останки и провести экспертизу. Изначально Чепман обвинялся только в одном убийстве, но затем появились новые доказательства. Дело в том, что в останках двух его предыдущих жен также были обнаружены следы яда. Это обстоятельство давало суду больше оснований для обвинения в убийствах. Суд Олдбейли Суд над Чепманом начался 16 мая 1903 года. Главным обвинителем был Эдвард Карсон. Если судить о степени тяжести того или иного убийства, то нет преступления более продуманного и более злонамеренного, чем отравление. И, разумеется, ничто так не говорит о бессердечности и жестокости преступника, как то, что он мог находиться у смертного адра той, которой клялся в вечной любви и день за днем наблюдать за ее мучениями от яда, который она приняла из его рук. Эдвард Карсон, вне всякого сомнения, был одним из самых известных юристов в Великобритании. Он добился судебного приговора для Оскара Уайлда. Тот факт, что Чепман за несколько лет до смерти Мотт приобрел в аптеке большое количество рвотного камня, содержавшего сурьму, послужил достаточно весомой уликой против него. Главной свидетельницей со стороны обвинения стала мать убитой. Проживаю по адресу Лонгфеллоу-Роуд, 14, в Кройдоне. Я жена Роберта Марша. В каких отношениях вы состояли с покойной? Мотт была моей дочерью. Сколько лет было вашей дочери? 17 февраля этого года ей бы исполнилось 20. При каких обстоятельствах она познакомилась с обвиняемым? Она работала официанткой в одном из кройдонских баров. В августе 1901 года ее уволили, и она подала объявление в газету. И к какому результату это привело? На объявление откликнулись, и мы с дочерью отправились на встречу с обвиняемым. Он представился Чепменом. Что было дальше? Мы начали обсуждать с ним будущую работу Мотт. Я спросила, кто еще живет в здании паба. Чепмен ответил, что наверху проживает какая-то семья, но я их не видела. У него на пальце было кольцо. Я спросила, женат он или холост. И что он ответил? Сказал, что он вдовец. Отравители, как правило, ненавидят сильнее, чем других убийц. Это объясняется тем, что отравление всегда подразумевает предательство. Это особенно коварный способ убийства. Чем именно руководствовался Чепмен, я даже не знаю. В любом случае, на суде было несколько женщин, которые дали показания. Пресса с упоением обсуждала подробности истории Джорджа Чепмена. Его жестокие преступления без какого-либо очевидного мотива вызывали всеобщий ужас и отвращение. Присяжным понадобилось 10 минут, чтобы вынести вердикт. Пришел ли суд присяжных к решению? Да, Ваша честь. Считаете ли вы подсудимого виновным в убийстве? Он виновен. Можете ли вы привести доводы, согласно которым вы не можете быть подвергнуты смертной казни? Полицейский инспектор Эберлайн, расследовавший несколько из преступлений в районе Уайт-Чеппелл, как-то раз сказал своему коллеге Джорджу Годли, который на тот момент занимался делом Классовского. «Я вижу, вам наконец-то удалось поймать потрошителя». После этого некоторые начали всерьез полагать, что никто иной, как Джордж Чепман, являлся настоящим Джеком-потрошителем. И действительно, было несколько совпадений. Чепман какое-то время проживал у Уайт-Чеппелля. Он владел медицинскими навыками и убивал женщин. Интересно, что одна из женщин, с которыми он жил, была полной тезкой одной из жертв потрошителя, Энни Чепман. Но это было лишь спустя пять лет после того, как несчастная мрачная Энни была жестоко убита на задворках Хенбери-стрит. Ничто не указывает на то, что Чепман был Джеком-потрошителем, хотя мне лично кажется, что для любого обвинения против Чепмана было недостаточно улик. Некогда бойкий на язык и уверенный в себе Джордж Чепман казалось, внезапно потерял дар речи от ужаса, когда судья, облаченный в свою черную накидку, произнес «Саверин Классовский». С этого момента суд отказывается называть вас вашим английским именем, ибо единственный положительный итог сего слушания заключается в том, что я могу обращаться к вам как к чужестранцу, а не как к англичанину. она любила его. Он был чудовищем. Чепману было отказано в королевском помиловании, которого он добивался. Он был повешен в тюрьме Уонсворт 7 апреля 1903 года. Саверин Классовский завещал семье покойной Бэйси Тейлор практически все свое имущество, оцененное в 15 тысяч фунтов в современном эквиваленте. Он также завещал кольцо и немного поношенной одежды родителям Мот Марш, чьи подозрения заставили его предстать перед судом. Программа подготовлена к показу компании SDI Media в 2017 году. Перевод Анны Заславской. Текст читал Александр Коврижных. Субтитры подогнал «Симон»